Не совсем с этого момента хотел я начать сегодняшнее вступление Но так уж получилось, что при разведке одного из ответвлений маршрута Оторвалась одна лишняя деталь, которая уже, кстати, давно просилась на волю Сейчас буду пытаться открутить оставшийся крепеж, если он, конечно, не закис И продолжим наш путь в поисках новых интересных мест День сегодня замечательный, солнечный, дует легкий ветерок Краски набирают желтого цвета, осень вступает в свои права, поэтому денек будет замечательным Ну, вот как-то так, ремонт в полевых условиях Теперь автомобиль стал легче, а значит более приспособлен к бездорожью Не знаю, как у кого, а у меня через полчаса пребывания на природе Рука тянется к термосу с чайком Уж больно приятен этот вкус на свежем воздухе Хотя и вода городская, и заварка магазинная А чай все равно другой Как объяснить такое явление, я не знаю Единственный негородской ингредиент в таких трапезах – это воздух Выходит, что именно он сдвигает вкусовые ощущения от трапезы В сторону каких-то новых и повторяющихся вкусов, порой едва уловимых Возможно, окружающие виды добавляют неповторимых ноток в долгожданную, по крайней мере для меня, трапезу Легкий перевкус на природе должен быть всегда не обжорство ради Но чтобы пополнить истраченные силы Помню, как в университете наш преподаватель ругался, что если, говорит, я вас увижу с едой на капоте на природе Я вам зачет не поставлю Ну, зачеты мы уже сдали, поэтому бояться нам нечего А чай на природе – это очень приятное наслаждение Со стороны ридерских белков, кстати, идут тучки Погода поменяется на недели Возможно, будут дожди Пополнив истраченные силы, еще немного полюбовавшись осенними пейзажами с преобладанием желтых и красных цветов Нахожу хорошо накатанную дорогу, ведущую прямиком к Ульбе Несмотря на видимую популярность этого места среди отдыхающих, сегодня здесь тихо и спокойно Ну что, наконец-то добрались до конечной точки сегодняшнего маршрута Сейчас я нахожусь на берегу реки Ульба в замечательном красивом месте Попробуем погулять, походить, полюбоваться окружающими видами Хотя пространство ограничено кустами и деревьями Но тем не менее, что-нибудь да заснять получится Пойдем изучать местность Здесь я впервые присматриваю новые места, разведываю новые маршруты Разбивая их по категориям сложности и удаленности от ближайших населенных пунктов Сегодня подброшенная вверх монета вновь указала в сторону Ульбы Но сегодня это ее правый берег Река все та же, а пейзажи другие По берегам преобладает ива А макушки гор усеяны вечно зеленой елью В перемешку с уже пожелтевшими березками и осинами Уже совсем скоро эта разноцветная красота скроется под белоснежным покрывалом приближающейся зимы Все это будет чем-то напоминать линейку на 1 сентября в школе Все лето разномастно и пестро одетые школьники в одночасье становятся похожими друг на друга Надевая черно-белую форму и отличаясь лишь по росту Пронизывающий ветер не только мешал вести съемку, задувая микрофон камеры Но также делал некомфортным нахождение на открытом участке местности Он находил мельчайшую щель в одежде, чтобы с разгона и со свистом пробежаться тысячами мурашков по спине Пришлось даже свитер в штаны заправить, да куртку потеплее надеть Теперь хоть спина мерзнуть перестанет Так зачем же терпеть все эти неудобства? Летом невыносимую жару, зимой лютый холод, а весной и осенью дожди, ветра и слякоть Все это ради того, чтобы испытать необычное чувство свободы и полноты жизни Повстречать новых людей и понять то главное, ради чего мы живем на этом белом свете Главное, причину остаться дома по дороге не встретить Один мой знакомый как-то дал совет, который я теперь ношу с собой по жизни Он мне очень пригождается Он сказал, что все вопросы, связанные с пополнением продуктовой корзины С походами в магазин с целью прикупить какие-то вещицы Будь то одежда или бытовая техника Нужно стараться решать в будний день, в послерабочее время Если твой график зависит от работодателя и он не свободен А свободное время на выходных посвящать любимому делу Либо каким-то неотложным моментам То есть кому-то помочь нужно или еще что-то У кого-то это любимое дело, все те же походы по магазинам А для кого-то это возможность на пару дней выбраться в красивые, замечательные места Подобные этому Подышать свежим воздухом и почувствовать вкус свободы, который большие города у нас отнимают С годами понимаешь, что время, проведенное на природе, оно бесценно И оно приносит в жизнь какие-то моменты и мгновения, которые делают тебя лучше, сильнее И иногда это помогает лучше всякой психотерапии Приехать на природу, подышать свежим воздухом Попить горячего чайку с городской водичкой и заваркой И полюбоваться этими просторами, которые сейчас все твои И никому не принадлежат, кроме тебя Вредешь с такими мыслями где-нибудь по лесу Или вдоль речушки и не нарадуешься Как же ты богат сегодня, сейчас Вскоре я вышел к железнодорожному мосту Стальному исполину, соединяющему противоположные берега реки Ну вот, прогулялись, вышли к железнодорожному мосту и к железнодорожной ветке Сейчас, кстати, там слышен поезд, поэтому нужно спуститься вниз Чтобы не испугать машиниста Не испугаться самому Здесь раньше когда-то стояла какая-то будочка Судя по картам по навигации Сейчас ничего здесь нет Потому что одно из ответвлений реки Размыло дорогу Там была автомобильная дорога И, видимо, будку эту отсюда убрали Поезд приближается, поэтому буду спускаться вниз Безопасное место От промчавшегося товарняка земля содрогалась под ногами Стоять рядом с движущимся поездом ощущение неисприятное Чувствуется, как огромная масса металла неудержимо летит вперед Направляемая лишь парой железнодорожных рельсов Даже при всем желании остановить этот движущийся снаряд Сиюминутно не удастся Величественно смотрится железнодорожный мост Долго стоял я рядом с ним Вспоминая годы обучения в университете Вот где нужны те многочисленные расчеты По сопротивлению материалов Построения, эпюр, распределения нагрузок, балок и ферм Которые так тяжело давались многим из нас Здесь каждый болт, гаечка, каждая заклепка Выполняют ту важную функцию Которая была отведена им на стадии расчетов Вот уж кого не ожидал я повстречать сегодня Небольшой черный ужик с любопытством разглядывал меня, а я его Поведение этой чешуйчатой рептилии явно отличалось от его обыкновенного поведения летом Солнышко греет уже не так, поэтому движения змеи неиспешные, замедленные Это позволило мне внимательно разглядеть этого на первый взгляд опасного представителя присмыкающихся Тонкий длинный хвост, два характерных желтоватых пятна в районе ушей И пронзительный взгляд, внимательно разглядывающий меня через линзу объектива Ползи с миром, ужик, готовься к холодам Полдня пролетели незаметно Еще пара часов и нужно будет собираться в обратный путь А пока спешить некуда, разве что успеть выпить налитый в кружку чай, пока горячий и не остыл Тихо вокруг, спокойно Лишь изредка вниз по реке пройдет рыбак Остановится напротив меня, расспросит, как рыбалка, улов И очень удивится, когда услышит в ответ, что я не рыбачу, а просто отдыхаю Дышу воздухом, любуюсь окружающими видами, снимаю всю эту красоту на камеру У каждого ведь свой отдых, порой непонятный другим В моем отдыхе главное достичь поставленной цели на маршруте Не всегда это удается с первого раза И это прекрасно, поскольку позволяет выявить слабые места у техники, либо во мне, в моей подготовке Каждый выезд, каждое путешествие уникальны Будь то обычная вылазка на день в ближайшие окрестности Или недельное путешествие протяженностью в тысячу верст в красивые дикие места Объединяет их одно Они дают мощный стимул не просто существовать, но жить Чтобы оставить после себя хорошо протоптанную тропу А иногда выложенную из камня ровную мостовую По которой после тебя будут ходить сотни людей Рассуждая о том, насколько прочен камень Из которого выложена эта протяженная, прямая, мостовая Вот такая история получилась у меня сегодня Разведка новых маршрутов, новых мест для отдыха А самое главное, заряд позитивной энергии на предстоящую неделю Ну а на этом слове я не прощаюсь, а лишь говорю до новых фильмов Улыбайтесь, ищите во всем позитив и путешествуйте Не важно, на природу, за город или в торговый центр за очередной покупкой Главное, чтобы это было в удовольствии Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok